Еще при администрации Трампа Залмай Халилзад вел переговоры с Талибаном по соглашению о выводе войск США. Уход одного из самых высокопоставленных чиновников предыдущей администрации многими считался вопросом времени. Хотя было неясно, попросили его уйти или он это сделал по собственному желанию. Госсекретарь Антони Блинкин поблагодарил Халилзада за проделанную работу и сказал, что пост спецпредставителя администрации займет Том Уэст, заместитель Халилзада. В связи с тем, что специальный представитель по примирению сторон в Афганистане Залмай Халилзад покидает свой пост, я выражаю ему благодарность за десятилетие служения американскому народу. В своем письме Блинкину, которое оказалось в распоряжении телекомпании CNN, Халилзад заявил, что считает, что пришло время уйти в отставку в момент, когда Соединенные Штаты вступают в новую политическую фазу в отношениях с Афганистаном. После вывода американских войск из этой страны на Халилзада обрушилась критика, в том числе со стороны нынешней администрации, за соглашение, которое многие называют малоэффективным. Ричард Вайтс, эксперт Гудзоновского института, отмечает, отставка Халилзада не была неожиданностью. «Я даже немного удивлен, что это не случилось раньше. Многие считают, что Халилзад частично несет ответственность за неудачную политику США по Афганистану. Он был ведущим переговорщиком с талибами при администрациях Трампа и Байдена, а также участвовал в серии мирных переговоров с участием Талибана и правительства Афганистана». В Госдепартаменте также заявили, что не примут участие в переговорах по Афганистану, которые пройдут на этой неделе в Москве. «Мы не будем принимать участие в переговорах в Москве. Формат «Тройка плюс» – эффективный, конструктивный форум. Мы рассчитываем на работу в рамках этого форума в будущем, но на этой неделе мы не в состоянии принять в нём участие. Форум был эффективным в прошлом, но для нас логистически сложно принять в нём участие». Ричард Вайтс подчеркивает, Вашингтон продолжит играть важную роль в мирном процессе. «То, что США не присутствуют на переговорах в Москве, не означает, что Вашингтон игнорирует Россию. Как мы помним, одни из первых телефонных звонков госсекретаря Блинкена после прихода к власти Талибана были в Россию и Китай. Так что, вне зависимости от того, хотят ли США, чтобы эти страны участвовали в мирном процессе или нет, они неизбежно будут играть в нём определённую роль. США продолжат сотрудничать с Россией и Китаем по этому вопросу». Тем временем генеральный инспектор внешнеполитического ведомства Дайана Шоу начинает серию расследований последних дипломатических операций администрации Байдена в Афганистане. Об этом сообщило издание «Политика» со ссылкой на свои источники. В центре проверок окажутся, среди прочего, выдача Госдепартаментом специальных иммиграционных виз афганцам, получившим разрешение на въезд в Соединённые Штаты в статусе беженцев, а также экстренная эвакуация посольства США в Кабуле, включая эвакуацию американских граждан и афганцев, сотрудничавших с дипломатической миссией. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.